Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Как вы уже поняли, у нас сегодня будет мукбанг с голубцами и с моей любимой колбаской. Как же без нее? Также я нашла уже на прилавках дыню, решила взять. Она, кстати, очень вкусная, сладкая. Пока я резала, уже попробовала. И давайте приступим. Давайте с этого маленького голубичка начнем. Это слишком, слишком вкусно. Рецепт я вам оставлю внизу. Кто не умеет, кто хочет посмотреть, как мы готовим, переходите, смотрите. Буквально сейчас выложила вам тур по моей квартире. Некоторые там пишут, но очень редко, просто хотелось бы высказаться. Некоторые пишут, вот, а ты гордишься этой квартирой? Что это такое? Пол как в хлеву. Мне хотелось бы сказать, да. Я горжусь, потому что эту недвижимость я купила сама. Без копейки чужих денег. Ни папа, ни мама, ни другие родственники. Никто мне не помогал при покупке квартиры. А ремонт я потихоньку сделаю. Там косметический всего ремонт нужен. То есть там уже все проведено, сантехника, там, не знаю, электричество. Все-все-все есть. Так что все офигенно, я очень рада. И даже не парюсь по этому поводу. Нашла в комментариях. Очень интересный вопрос. Кстати, если у вас есть интересный вопрос, то задавайте, пожалуйста, под этим видео. Я обязательно отвечу. Линда Бухна задает вопрос. Линда, тебе огромный привет. Алька вопрос. Что ты будешь делать, если твой ребенка будет обижать из-за того, что ты снимаешь мукбанги в садике или в школе? Вот представим такую ситуацию. Я продолжаю снимать мукбанги. У меня появляется ребенок. Хотя я не могу представить, что, например, лет через 10 я опять снимаю мукбанги. Возможно, я буду снимать. Но будет ли актуальна эта тема, тема мукбангов? Это я не знаю. Например, в школе. Моего ребенка как-то обижают, задевают. Я сначала постараюсь поговорить с воспитательницей. Или, например, с учительницей. Если я увижу, что это все бестолком и все равно издевательства продолжаются, я просто переведу на онлайн-школу. Я вам и до этого говорила. Меня тоже не особо прям любили в классе. Я себя чувствовала максимально некомфортно. Но я мечтала, когда уже я закончу школу. Поэтому здесь есть такая возможность. Почему не перевести ребенка на домашнюю форму обучения? Можно подумать, в школе прям наши все учителя так переживают, что мы хорошо учились, чтобы все было офигенно. Поэтому я бы просто взяла-перевела. Естественно, контролировала бы, как проходит обучение. Если вы сейчас все напишите, что вот, а как же общение со сверстниками, так я не против общения со сверстниками. Пусть идет, например, на какие-то кружки. Например, по интересам. Хочет ходить на танцы, хочет ходить на рисование. Пусть ходит. И там пусть ищет себе друзей, к примеру. Я не против того, чтобы ребенок находился в обществе. Я против того, чтобы ребенок, например, не хотел идти, но его заставляли. Потому что надо. Сидишь дома, учишься. У меня, например, у двойного брата дочка. Отличница. И она вот как раз-таки училась последние 2-3 года на дистанционке. Сначала потому, что они переехали в Ростов в связи с работой моего двойного брата. А затем переехали обратно сюда. Как они переехали сюда, началась вся эта пандемия. Я бы не сказала, что она так слабо учится или, возможно, что-то не знает. Младший мальчик в каком он? В первом классе знает программу третьего класса. А если плохо учится, ребенок и в школе может ничего не делать. Фигней страдать. Так что, не знаю. Возможно, у меня нету своих детей. И, наверное, неправильно мне именно задавать этот вопрос. Просто я говорю, как я вижу эту ситуацию. Иногда дети подвергаются такому буллингу, и они просто про это не рассказывают. Бабушка вчера уехала в деревню. Вы знаете, дома как будто пусто без нее. Вот реально. Не хватает конкретно. Мне буквально на пару дней туда и обратно. Я теперь представляю, как я буду жить одна на своей квартире без никого. Ну, посмотрим, как там получится. Эта колбаска, она такая вкусная. Я так давно не ела голубцы. Это все вместе просто кайф. чистой воды. Многие мне там начали писать по поводу того, что там, не знаю, у меня брат сантехник, у меня, например, да, двоюродная сестра там работает маляром, к примеру, да, подписчики все начали писать. Но вы знаете, я хочу взять себе, например, мастера, с которого я смогу требовать. А не который мне по скидке, там, по знакомству делает подешевле. Потому что когда по скидке по знакомству обычно ты не можешь ничего требовать. А так, большинство вещей в квартире я хочу делать своими руками. Конечно, есть моменты, которые я сама сделать не смогу. Это, конечно, понятное дело, но большинство мелких каких-то дел хочу делать сама. Вот это голубцы. Следующий вопрос задает Кристина. Кристина, тебе огромный привет. Привет, Айка, обожаю твои мукбанки. Смотрю, не пропускаю по зову сердца. Огромное спасибо, честно. Очень-очень приятно читать подобные комментарии. Мне интересно по поводу Твикса. Как часто ты водишь его к ветеринару? У меня тоже есть котик, но ни разу я его не водила ни к одному врачу. И как ты думаешь, правильно ли это? Если котик себя прекрасно чувствует, нет никаких проблем, наверное стоит сделать просто какие-то прививки и все достаточно по мне. Если честно, к ветеринару, у которого я делала кастрацию, я водила несколько моих подписчиц. Я не знаю, откуда они узнали, что я вожу именно к нему своего котика. Одна девушка мне написала огромное просто письмо. Она говорит, у меня была Хаски. Если ты меня смотришь, отпишись в комментариях, я закреплю твой комментарий. В общем, она написала мне, что у нее была собачка Хаски. Она тоже водила к этому ветеринару. Из-за того, что он неправильно поставил диагноз, в конце, к сожалению, собачка скончалась. Потом, как бы я не давала контакты. Я не знаю, откуда они знают, что я вожу именно к этому ветеринару. другая девушка тоже написала имя моего ветеринара. Написала его место расположения и говорит, он безумно безответственный, не стоит к нему водить. то есть, я не со зла. Как бы я подумала, люди со стороны, вот откуда они знают, что он такой. Я от него ничего плохого не видел. Наоборот, приходила к нему, у него там бездомные кошечки, он просто их лечит абсолютно бесплатно. Вот. Но, когда случилась вот эта неприятная ситуация с кошкой моего двоюродного брата, а кошке нужна была срочная медицинская помощь, они отвели к этому врачу. И он просто дал лекарство и отправил обратно. Врач сам сказал, что каждые 2-3 часа попишите мне, как проходит ситуация. Они писали, звонили. Но проблема была в том, что он то не брал трубки, то читал и не отвечал. В общем, игнорировал всячески. Если ты уже взял на себя ответственность, что ты будешь лечить эту кошку, которая находится в ужасном состоянии, она упала с 9 этажа, и не брать трубки, так безответственно относиться, одно дело, знаете, час не взял, 2 часа, 3 часа, другое дело, он заходит, читает и не отвечает. если у тебя нету времени, много других животных, например, пациентов, так скажем, да, можно просто сказать, что у меня времени нет, обратитесь к другому специалисту. и вот после этого мой дверный брат уже отвез в другую клинику. И когда там спросили, у кого вы лечились до этого, мой дверный брат назвал имя этого врача, которым я тоже водила твикса, и они просто посмотрели с медсестрой друг на друга, и вот так вот улыбнулись, непонятно было, что это означает, но в любом случае, видимо, это какие-то мои соседи, которые знают, куда я вожу своего твиксика, потому что я в видео не говорила конкретно имя, фамилия врача. Арбузы ледыня. Скажи честно, арбузы ледыня? Напиши в комментариях. Поэтому выбор, наверное, ветеринара это тоже дело тонкое. Мне просто было удивительно, откуда люди знают, куда я веду свою кошечку или кота, да, к примеру. Я же не показываю. Вот откуда вы знаете? Возможно, меня на улице, когда я заходила к этому ветеринару, кто-то, кто живет поблизости, узнал. Короче, не знаю. Вот поэтому, когда мне писали в комментариях, посоветую мне какого-либо врача, например, ветеринара, я не советовала, потому что я не знаю. Вот я вам посоветую, к примеру, вы отведете своего котенка, потом что-то, не дай бог, произойдет, и этот крест мне потом по жизни нести. Я считаю, это неправильно советовать такое. Невкусный йогурт. Не покупайте такой. Ну, может, вам нравится, я не знаю, мне не нравится. В общем, мои хорошие, давайте уже закругляться, я доела, было безумно вкусно. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если вам не сложно, то обязательно подписывайтесь, мне будет безумно приятно. Всех люблю, целую, всем пока.